Дорогие подписчики канала «Реальные истории». В нашем видео душераздирающая история любви популярного композитора со счастливым концом, о которой мало кто знает. Тебе никогда не подняться. Она не верила в него и прогадала. Игорь Крутой и Елена Бутома 25-летний Игорь Крутой впервые увидел ее в ленинградском ресторане, где что-то праздновал в компании друзей. 22-летняя Елена Бутома мгновенно запала ему в душу. Чувства были такими сильными, что после второго свидания музыкант позвал ее в ЗАГС. А она сказала, что замуж не спешит. Но уже через пару свиданий милостиво дала понять, что дает ему шанс и согласилась на свадьбу. Пред самым торжеством он представил невесту родителям и любимой сестре Алле. Несмотря на красоту и хорошие манеры, родне Игоря Елена не понравилась. Но они решили не расстраивать любимого сына и брата своими интуитивными домыслами. Пусть будет счастлив. Незадолго до свадьбы невеста решила сделать Крутому сюрприз. Сообщила, что брать его фамилию не собирается. Влюбленному музыканту было по-настоящему обидно. Раз так, уговаривать ее он не будет. И пускай она поклянется, что никогда не передумает. И Елена дала слово, что Крутой не будет никогда. Теплым августовским днем 1979 года они поженились. И поселились в ленинградской малогабаритной двушке, доставшейся Лене от родителей. Семейная жизнь у молодых сразу как-то не задалась. Амбициозная супруга требовала от Игоря материального достатка и достижений. Но их не было. На радио и телевидении молодое дарование просто не замечали. Жена злилась и намекала, что вместе им не по пути. Жить с неудачником она не собирается. Игорь решил попытать счастье в столице. Как раз тогда Валентина Толкунова предложила Крутому руководить ее коллективом. Тот с радостью согласился на постоянную работу. И вместе с женой перебрался в столицу. Работа была интересной, но платили опять немного. Злость супруги росла. Музыкант уговаривал ее потерпеть. Мол, когда-нибудь купит ей все, что пожелает. Но та не верила в него и твердила, что ему никогда не подняться. Осенью 1981 года у них родился сын Коля. Композитор был безумно рад. Но на душе все равно скребли кошки. Ведь на третьем месяце беременности жена заявила, что ей надоело жить в бедности. И она хочет развестись. Это будет лучше для всех нас. Для тебя, меня и ребенка. Я найду другого мужчину. А ты неудачник. А ты неудачник. Коля не было и месяца, когда, закатив очередной скандал, Лена выставила на лестничную площадку сумку с вещами мужа. Идти было некуда. Музыкант ночевал у друзей. Потом ему стало неудобно постоянно напрягать людей. Он слонялся по улицам, дремал в метро, переходя из поезда в поезд. А где-то в домах даже были открыты чердаки. В итоге он заработал двустороннее воспаление легких. В конце концов, Валентина Толкунова похлопотала где надо, и Игорь получил комнату в коммуналке. Игорь пытался навещать сына, но Елена наотрез отказала. Мол, нечего светиться. У мальчика все равно будет другой папа, который умеет зарабатывать. Крутой так переживал, что стал выпивать. Но вовремя остановился. Спасло желание доказать бывшей, что он способен всего добиться сам. И он начал творить. В 1984 году к нему приехал друг, певец Александр Серов. И снял комнату в той же коммуналке. Товарищи с головой ушли в совместный проект. Он выстрелил через три года, когда на свет появился альбом «Мадонна». Клип на эту песню друзья умудрились протолкнуть в эфир первой программы центрального телевидения. За две бутылки водки. В итоге «Мадонну» запел весь СССР. Песня выстрелила. Наконец пришла заслуженная слава, а с ней и достаток. Елена стала давать бывшему супругу видеться с сыном. И даже оставляла Колю с папой на пару недель. А потом и вовсе предложила. «Стоит вернуться друг к другу. У нас все же ребенок. Да и любишь ты меня, знаю. Давай начнем все сначала». Но музыкант отказался. Чувства выгорели. Да и к тому времени он точно знал, что жена его не любит. Потому и трудностей не вынесла. Так зачем ему этот человек? Зато Бутома вдруг решила взять себе фамилию Крутая. А ведь говорила иначе. Однако композитор признается, что несмотря на горький брак, бывшую супругу ему есть за что благодарить. За Колю, за сильнейший толчок, который помог ему раскрыться в творчестве. А главное, не расстанься он с Еленой, не встретил бы свою настоящую любовь – жену Оленьку. На ее поиск ушло 13 лет. Но оно того стоило. Надеюсь, эта история не оставила вас равнодушным. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал «Реальные истории». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова